Братья и сестры, здравствуйте! Церковь совершает память святого Тихона, исповедника, патриарха московского, того самого, который возобновил патриаршество, был избран на поместном соборе 17-18-х годов, и после которого церковь окунулась, при котором и после которого окунулась в неслыханную купель очистительных искупительных страданий. Несколько слов о нем и о его словах к современникам. Святейший патриарх Тихон имел возможность в первые годы своего патриаршего правления и в самый такой разгул, такое, значит, это все беснование, это красный террор, там, большевизм, сказать очень точные, жесткие слова, там есть его обращение в годовщину Октябрьской революции к этим устроителям наземного счастья, оно беспощадное и совершенно святоотеческое. Но я сегодня хотел бы процитировать вам в контексте там известных нам событий слова святейшего патриарха Тихона от 5-го, в скобках, 18-го, по старому стилю, старый новый стиль, марта 18-го года заключение большевиками похабного обрезкого мира. «Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются в волю чуждого нам по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры. Мир, по которому даже искони православная Украина отделяется от братской России, истольный город Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы российской. Мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения, церкви же православной принесет великие уроны горе, а отечеству неисчислимые потери». Православная церковь, искони помогавшая русскому народу собирать и возвеличивать, государство русское не может оставаться равнодушной при виде ее гибели и разложения. Церковь не может благословить заключенный ныне от имени России позорный мир. Как видите, все очень актуально и можно, так сказать, сказать, да, что ты лезешь как бы в политику? Как у нас многие, знаете-то, многие шалопаи у нас говорят, да, что вы лезете в политику вообще? Это вообще не ваше дело. Ну, простите. А вот Иоанн Претеча, например, говорил Филиппу, недостойно, вернее, говорю Ироду, недостойно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Не можешь по закону. Какая тебе разница, кто с кем спит? Нет. Правитель не должен спать, с кем попал, тем более с женой своего брата. Ибо если на большом корабле гребец ошибется в движении, корабль не поменяет своего хода. А если капитан ошибется, корабль может попасть в самую неприятную ситуацию. Вот Иоанн Претеча вмешивался в половые вопросы, связанные с жизнью Иродиады и Ирода. Он говорит, какая тебе разница? Нет, простите. Я очень извиняюсь. Просю пардона, но вы здесь, по-моему, не знаете ни силы Божьей, ни Писания, как говорил Господь Саддуке. Надо вмешиваться в эти дела. А кому еще вмешиваться? Патриарх, вообще-то, печальник. Тихон возобновил эту традицию печалования перед властями за народ и традицию говорения правды властям. Потому что кто скажет власти правду? Журналисты? Ну, они либо на зарплате, либо в страхе сидят. Там кто-то еще, допустим, юродивые, обычно говорят, юродивые и патриархи. Ну, так оно и есть. А кто иначе? И это вот говорение правды, это и печалование о народе, оно возобновилось при Тихоне, поскольку до этого не было таких печальников. Синод не может быть. Коллективным печальником за народ. Синод вообще не понимает народа. Исходя из истории, которую мы вот читаем, синодалы, как бы, это как-то далеко, высоко, и они встроены в чиновническую систему управления. По табеле орангам они все генералы, генералы-лейтенанты, генерал-полковники, маршалы там, значит, такое-то вообще какие-то... А что там эти маршалы знают про простого крестьянина? Ничего. И синод, как говорил, значит, Иларион Троицкий, Иларион Верейский, значит, он говорил, что нам некого любить. У нас убили царя, и у нас нет патриарха. Ну, когда его избирали? Он говорит, синод любить невозможно. Вообще невозможно любить канцелярию. Надо иметь извращенные мозги и сердце, чтобы любить канцелярию. Надо любить человека. А человек должен быть стать выше всех. Поэтому нужен патриарх. И вот Тихон, ставший патриархом, выступил урби от орбита, кстати, самое главное, перед врагами церкви и узурпировавшими власть, с целым рядом очень жестких таких прямолинейных, таких святоотеческих обличений, которые стоит прям изучать, прям цитировать. Сегодня нужно их возобновлять в памяти. Вообще, что это было? Потому что очень близко к нам истории, мы видим, как рискуют повторяться события. События потому и рискуют повторяться. С февральской революцией, с позорным миром, с внутренними бунтами, с неуспехами там, неуспехами здесь, с заговорами элит, с предательством. Короче, это все настолько как бы сегодняшний день, что как же можно не изучать такую историю? Такую историю сам Бог велел изучать. Я бы просил вас, дорогие христиане, живущие в Москве и Московской области, если вы никогда не были в Донском, у гроба Святого Тихона, пожалуйста, пойдите туда обязательно. Станьте на коленке, как перед Папой покойным, который душой на небесах живет. И попросите у него помощи. У него там очень умилительная молитва такая, прям возле гроба его есть. Там прям тоже Духом Святым выражены самые важные моменты его за нас молитвного ходатайства. Этот тихий и кроткий угодник Божий, равный Святым Отцам в исповедании и твердости, он вообще очень важен сегодня. Все святые той критической эпохи сто лет назад, они сегодня воскресают в значении. Нам очень нужен император Николай своей молитвой помощи и вмешательством в ситуацию. Нам очень нужен патриарх Тихон, нам очень нужны новомученики. Если мы не обратим к ним своего взора и не воззовем к ним, мы рискуем совершить еще каскад ошибок, ибо они запасный полк, стоящий на готове. Только надо дать им сигнал для вступления в битву. Запасный полк, стоящий на готове. Молитвами Тихона, патриарха-исповедника, милостивый, да очистит согрешение кающихся и добразумит тех, кто ничего не знает об этих самых важных людях нашей истории. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok